Слава нашему Господу Иисусу Христу! Пусть Бог благословит каждого из вас! Всем еще раз добрый день! Благословенное имя Господа нашего Иисуса Христа! Пожалуйста, присаживайтесь, кто здесь находится. Всем еще раз мир Божий! Слава Богу! Еще раз приветствие передаю тем, кто на подключении в скайпе у нас. Пусть Бог благословит вас! И пребудет с нами. Я верю всем сердцем, что Он продолжает вести нас, как свою церковь, учая и наставляя нас Духом Святым, давая нам Слово вовремя. И это очень хорошо, когда у каждого из нас есть пища вовремя. Я верю всем сердцем и уже из своего личного опыта могу увидеть, что Бог всегда дает Слово вовремя, на каждый день. Вот на каждый день посылает именно ту пищу, которая тебе нужна. Именно на каждый день дает ее. Точно так же, как в материальном плане Иисус говорит, не заботьтесь о завтрашнем дне, на каждый день хватает забот. Сравнивая человека с птицами небесными, которых Господь также питает, греет, кормит. И Бог птицам каждый день дает, и так же людям дает каждый день все необходимое. Это в естественном плане. Но в духовном плане наш Господь дает нам так же все необходимое. То есть, если нужно Слово поддержки, Он обязательно его даст. Если нужно Слово обличения, и оно к тебе обязательно придет. То есть, как бы там ни было, но Господь Бог, Он дает, все равно посылает нам свое Слово всегда вовремя. У Него есть пища вовремя. На прошлых служениях мы говорили о благодати, о силе благодати Божьей, об учении благодати, и чем является настоящая благодать. Я уже много раз об этом свидетельствовал, что еще много лет назад Господь Иисус показал мне, что такое настоящая благодать. И я это запомнил навсегда. Это навсегда осталось в моем сердце. Что благодать Божья, это не то, что делаешь ты. Это не то, что ты пытаешься, прилагая там какое-то усилие, что-то совершать, делать. Хотя это и хорошо, с одной стороны. Но благодать Божья, это когда сам Бог, Духом Святым, поселяется внутри тебя. И сам Бог, живя в тебе, исполняет свое собственное Слово. Вот чем является настоящая благодать. Я не знаю, что может быть еще прекраснее этого откровения. Вот почему в Писании везде говорится, дайте Христу вселиться в сердца ваши. Там говорится, Иисус Христос в вас, надежда славы, Христос в вас, Иисус сам говорит, я буду в вас, я к вам приду, не оставлю вас. Сиротами Дух Святой придет наставить, научит, возвестит. Сила христианина заключается в том, что Христос живет в нем. Христос живет в вас. Вот чем является истинная благодать. Это сам Дух Святой через вас исполняет свое собственное Слово. Учение Иисуса Христа. Не ты его исполняешь. Вот почему обычный стандартный человек, обычный плоской человек, прочитав Евангелие, ну или услыша Евангелие из твоих уст, первые его слова или его впечатления, он говорит, да и кто так жить может? Да не, говорит, я так жить, говорит, не смогу. Это первая реакция человека. Он говорит, я так жить не смогу. Я говорю, да конечно не сможешь. Я говорю, а что, я что ли смогу? Я смог бы жить. Для того, чтобы ты мог жить этим Евангелием, есть новое рождение свыше. Наполнение Святым Духом. Когда Христос поселяется Духом внутри тебя, он сам Духом Святым делает так, что ты живешь Его Словом. Аминь. Вот чем является благодать. А если мы будем в христианство вносить законический подход, то это, друзья, все. Лучше сразу сложить лапки, знаете, и все. До свидания христианства. То есть, ну ни один человек не потянет. Даже, мне кажется, самый закостенелый религиозник не вытянул бы сам без Духа Святого, не вытянул бы жить постоянно, пребывать постоянно в учении Иисуса Христа. Не то, что один день, неделю все хорошо, две недели, а потом раз. Невозможно, друзья, потому что учение Иисуса Христа – это Дух жизни. Его невозможно исполнить плотью. Потому что плоть, написано, всегда желают противного Духу. Аминь. Они друг другу противятся. Для того, чтобы жить по Духу, нужно войти в Дух. Нужно иметь этот Дух внутри самого себя. А это Дух Иисуса Христа. Дух Его благодати. Святой Дух Иисуса Христа. Сегодня я утром обратил внимание на послание Коринфянам, а точнее Господь Бог обратил мое внимание на это послание. И я обнаружил одну, ну, даже не одну, а много таких черт в Коринфской церкви. Ну, начнем с самого лучшего. Во-первых, Павел описывает, что церковь в городе Коринфе, начиная с первой главы, он говорит, «Вы в нем», с пятого стиха, «Вы в нем обогатились всем, всяким словом и всяким познанием». Обратите внимание, с первых слов, когда Павел передает приветствие церкви, он говорит Коринфянам, «Вы обогатились во Христе всем». Вы имеете всякое познание во Христе. «Вы обогатились в нем всяким словом». «Вы богаты в нем», потому что свидетельство Христово утвердилось в вас. То есть вы твердо были утверждены. Свидетельство Христа, а точнее говоря, его, так сказать, учения, его воскресения, начнем с этого. Павел говорит, «Это благовестие в вас утвердилось, это свидетельство». Так что вы, Коринфяне он пишет, «не имеете недостатка ни в каком даровании». Представляете? То есть Павел говорит, «Вы ни в чем не имеете недостатка, вы обогатились и познанием, вы обогатились всяким словом, вы не имеете недостатка ни в одном даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа». Обратите внимание, Павел описывает, говоря церкви, коринфяне, вы, ну, другими словами, вы просто счастливые люди, вы обогащены духовными вещами, вы не обделены ничем, у вас есть дары, у вас есть познание, у вас есть слово, вы были утверждены в свидетельстве Иисуса вам, в вере были утверждены. Дальше он говорит, что Иисус еще и утвердит вас до конца, чтобы вы были непорочны в его день, в день Господа. Здесь имеется в виду, скорее всего, пришествие Иисуса Христа. Итак, мы видим, что Павел еще говорит, что Христос и утвердит вас. Хотел бы на этом немного заострить внимание, сделать акцент, что Иисус, он не только коринфян, но он и нас сегодня укрепляет, чтобы мы в Слове Его прошли до конца весь путь. Это очень важно. Много христиан по пути отваливаются, много христиан уходят в мир, разворачиваются, хладеют, охладевают, уходят в мир, отказываются от Бога. Ну, не то, что прям отказываются, но остыли и ушли. Да, конечно же, многие из таких верующих, они говорят, ну, конечно, я верю в Бога, я от Него не отрекаюсь, ну, вот все, силы нету, ну, силы нет по той причине, что где-то они угасили Святого Духа действия внутри самого себя, или через неправильное учение, или просто остыли и ушли, не понесли какого-то испытания. Итак, мы видим, что проблема Каримской Церкви была, несмотря на то, что она была богатейшей церковью в духовном смысле, была полна даров, полна познания, откровения и так далее, то есть слово, она все это внутри себя имела, слово, знания и так далее. Но при всем при этом большинство из членов в Церкви Каримской жили и поступали абсолютно по плоти. Для многих христиан, конечно же, это сегодня не вяжется, они думают, как это так, неужели они думают, Дух Святой будет действовать в христианах, которые живут по плоти. Ну, конечно же, Церковь Каримфа тому, я не знаю, идеальный пример. Большинство из них жили по плоти, хотя при всем этом, несмотря на то, что у них были разделения, ссоры, распри, чего у них там только не творилось, если вы просто начнете читать эту главу, и как Павел описывает, в каком состоянии пребывало собрание, Божье собрание, точнее, не было дьявольским, это было Божье собрание, но в каком они состоянии пребывали. Но несмотря на все это, благодать Божья, милость настолько была к ним, Бог настолько с ней сходил, что Он у них не отнимал ни даров, ни помазания, вообще ничего. У них действовали и дары, и познание было, и все было. Но при всем этом они делились, и Павел их начал обличать. Вы что делаете, говорит, другими словами, неужели Иисус Христос тоже разделился? Одни говорят, я Павлов там, я там, Кифин там, другие говорят, я Христов. Это сегодня тоже, знаете, особенно в интернете там пишут, Василий Христов, Маша Христова, видели, да, они подписываются, Петя Христов, Вася Христов, никто не пишет, я Павлов, я Ситаров там, я там, ну, не будем перечислять известные имена современных проповедников, но в Каринской церкви такое существовало, я Павлов, я за Павлом, другой, а я с апостолом Петром, а третий, да я, я Христов, ну, я думаю, он этим самым вообще возвышался над всеми, говорил, я Христов, но самое интересное, что Павел к таким людям, обращаясь, говорит, разве разделился Христос? Видите? То есть Павел здесь подчеркивает, что даже те, которые называли себя Христовыми, не Павлами, и не Петровыми, а Христовыми, Павел их всех поставил в одну категорию, показал, ну, друзья, ребята, братья, да вы плоские, неужели Христос разделился? Я Христов, а этот Павлов, тот Иванов, Сидоров. Сегодня, мне кажется, современная церковь, сегодня наиболее, так сказать, в более худшем, конечно, проявлении бывает, потому что в первопостольских церквях не было динаминации, правда? Мы же нигде не находим, чтобы в первопостольские церкви делились на баптистские, пятидесятнические, пятидесятнические, адвентистские, ну и, в общем, можно, знаете, перечислять и перечислять. Да, там были своего рода проблемы, но все они были христианские, там не было ни адвентистов, ни баптистов, ни католиков, ни лютеран, не было православия, ну не было этого, реально, они были христианами, но и то в зачатках вот эти семена динаминации и разделений начинали зарождаться благодаря тому, что в Церкви Христовой были плотские люди, о которых говорит Павел. Эти плотские люди, эти уже зачатки были, да, они не говорили, я баптист, я пятидесятник, не, они говорили, я Павлов, я Петров, третий, а я Христов, мы вообще тут не с вами, мы христовы, ну, наверное, выше всех себя поднимали. И Павел начал обличать, и заметьте, это были такие маленькие семена, которые вылазили и проявлялись уже даже в то время. Сегодня, конечно, они выросли в более огромные деревья, хотя Церковь Христова составляет одно древо, у Церкви, то есть у Христа есть одно древо, его Церковь представляет древо, дерево представляет. Но мы видим, что на протяжении эпох столько инородных ветвей поприщепилось, приживляли в это дерево, что просто на одном древе, которое должно быть, Церковь, в тело Иисуса Христа, произрастает масса различных ветвей. Вы знаете, что как выращивают виноград, что к одной лозе можно попрививать очень разносортные ветви винограда. И все они будут питаться от одной лозы, но будут производить, что? Плоды свои собственные. То есть существует масса сортов винограда. И все они на одном дереве может вырасти масса сортов винограда. Хотя с одной стороны это и замечательно, как бы подошел к одному стволу и наелся всякого сорта винограда. Но если перенести это на духовный смысл, это не совсем хорошо, друзья мои. Потому что каждая ветвь производит по своему роду. Другими словами, баптист никогда не произведет пятидесятника. Пятидесятник никогда не произведет баптиста. Баптист и пятидесятник никогда не произведут харизмата. Один человек однажды сказал, где-то я услышал, произойдут бапти-харисятники. Вот, придумал. Если сместить баптиста, пятидесятника и харизмата, то бапти-пяти-харисятники произойдут. Но как бы это не было смешно, но мы видим, что каждая динаминация, будучи этой ветовью, она, можно сказать, привитая. Она привитая. Соответственно, она производит свой собственный плод. Но мы видим, что оригинальное древо церкви, оно произрастает еще со дней пятидесятницы. Оригинальное древо. Хотя мы, как язычники, апостол Павел сказал, мы были привиты. То есть, как языческая ветовь, мы были привиты к основному древу. Но мы сейчас говорим о церкви Иисуса Христа, которая является этой оригинальной ветовью, которая производит и должна производить в своей жизни, в своем хождении, оригинальные плоды. Это плоды пятидесятницы. Это те плоды, которые приносили апостолы, которые приносила первая церковь. Но, к сожалению, вот эти семена динаминанции еще там начали зарождаться. И Павел с этим боролся. Если вы обратите внимание, служение апостольское также, оно не только для того, чтобы создать, да, церковь, собрать ее и так далее. Он еще и боролся. Ему нужно было выкорчевывать все эти закваски, потому что Павел понимал, если сейчас на корню это не убрать, то в будущем вылезет. Но, к сожалению, так сказать, Павел не вечный, я имею в виду по плоти, да, он же не мог все тут две тысячи лет до сегодняшнего дня ходить и, значит, заниматься церковью Божьей. Он отжил свой срок, он ушел, появились другие люди на его месте, другие служители, пасторы, другие апостолы, после Павла тоже были апостолы различные. Ну, просто каждый человек разный по своему характеру. мы видим, мы видим, что в церковь Божью были допущены некоторые люди, которые шли на компромисс и которые вот этим маленьким, так сказать, сорничкам, я их так назову, да, которые делились на Павловых, Петровых, Ивановых и так далее, все это начало произрастать и начало производить свои плоды, отчего произросли большинство протестантских ветвей. По сути, все эти ветви протестантские, которые сегодня приносят свои собственные плоды, все они, так сказать, как семена зарождались еще там, еще тогда. Мы видим и пример тому состояния церкви в городе Коринфе. Павел не смог это вырубить до корня, знаете, и другие после Павла, видимо, дали этим раскам вхождение, поэтому как бы все начало расчленяться, разделяться, но Павел говорил, что Христос не разделился. Аминь. И сегодня я хочу говорить, Христос не разделился. В Библии говорится, есть один Бог, одна вера, одно крещение, одно тело Иисуса Христа, одна церковь у Иисуса Христа, аллилуйя, одна глава у церкви Иисуса Христа. Но люди привыкли, им нужно разделяться, и они хотят властвовать. Проблема церкви, как говорил еще апостол Павел, что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Это всегда проблема. Это проблема маленьких, домашних ячеек, это проблема больших церквей. Эта проблема, она всегда существует в христианстве. Все, он говорит, Павел, ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Если каждый из верующих начнет искать того, что угодно Иисусу Христу, то разделения в теле Иисуса Христа никогда не будет. Никогда не будет. Абсолютно. Потому что во Христе Иисусе невозможно разделиться, если все во Христе Иисусе преследуют одну единственную цель. Достигнуть совершенства, быть как Иисус Христос на земле. Невозможно разделение, если служители Евангелия, пасторы, проповедники будут проповедовать здравое, простое евангельское учение. Невозможно разделение никаким. Но как только люди начинают делать акцент на каком-то особенном человеке, то начинает происходить разделение. Коринфиане говорили, мы Петровы, мы Павловы, мы Христовы, ну и так далее. Уже тогда пошли эти вещи и вели людей к разделению, но апостол Павел должен был церковь Иисуса Христа сплотить, даже не вокруг себя, он там говорит, да я говорит, Бога благодарю, что хорошо, что я еще и никого из вас тут не крестил, а то бы вы бы сказали, что я крестил вас еще и во имя свое. Из этого мы видим, что Павел никого в свое имя не крестил. Павел крестил народ Божий во имя Господа Иисуса Христа, о чем и свидетельствует в начале книга Деяний 2.38, когда Петр провозгласил это крещение для прощения грехов и чтобы получить в дар Святой Дух, который в дальнейшем будет наставником и учителем Церкви Божьей до сегодняшнего дня, потому что обещание о принятии Духа Святого оно и вам, и дальним, и всем, кого бы Господь Бог не призвал. Дальние имеется в виду не только там те, которые там дальние родственники там у евреев, нет, дальние это и все поколения, это и язычники, и все поколения, которые уверуют в Иисуса Христа по слову апостолов. Ну, в данном случае у нас остались от них письмена, остались письма, и мы веруем, оглядываясь назад на прошлое, оглядываясь на то, каким образом Бог начал формировать свою Церковь, свое тело. И сегодня Дух Святой продолжает таким же образом формировать свою Церковь, создавая из нее организм. Еще обратите внимание, что Церковь Иисуса Христа это не организация, это организм. Аминь. Организм. Посмотри на свой организм. Каждый член твоего тела работает и действует в гармонии со всем телом. Верно? Ведь моя рука не делает то, что она хочет, моя нога не делает то, что она хочет. Все члены моего тела подчинены моей голове. Потому что моя голова и твоя голова это центр управления всем телом. И если вся Церковь будет подключена к своему главному управлению, к своей голове, а наша голова это Иисус Христос, то все тело будет в гармонии и в порядке. Все тело будет водимо Духом Святым. Аминь. Невозможно иметь водительство Духом Святым, если ты не подключен к своей голове, которая есть Христос. Но, к сожалению, сегодня много появилось проповедников, которые подсоединяют Церковь к своему разуму, а не к разуму Божьему. Они пытаются сделать так, но я понимаю их по-плоцки с одной стороны. Они пытаются всех подключить к своему разуму, но для того, чтобы как можно больше было таких людей, которые будут, знаете, покорные, послушные, которые, вот что им вобьешь голову, то они и будут верить. Им скажешь стоять, они встанут, скажешь сидеть, они будут сидеть, скажешь поднять руку, поднимут. Понимаете, и все. То есть происходит такое, как, знаете, некое зомбирование. Но настоящий дар Божий, он всегда привлекает людей к единственной главе, к Иисусу Христу. Для того, чтобы все тело, вся церковь Иисуса Христа была подчинена и подключена к этому главенству, к главенству Иисуса Христа. То есть, если я проповедую сегодня Евангелие, я его проповедую не для того, чтобы все думали так, как я думаю, но я проповедую для того, чтобы все, включая меня, каждый из нас, был подключен к единственному главенству, к Иисусу, и таким образом осуществляется руководство телом Иисуса Христа. Вот почему написано, все водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи, ну и дочери, аминь, конечно же, аллилуйя. Таким образом происходит руководство, водительство и возрастание Церкви Божьей. В послании Ефесянам говорится, что наступает время, когда все небесное и земное соединятся с этим главенством, с Иисусом Христом. Так вот, прежде чем все, так сказать, земное, я имею в виду все творение, ведь однажды будет объединение небесного царства и земли. Мы об этом тоже знаем, что небесное царство будет и на земле, воля Божья будет и на земле. Об этом Иисус говорил, чтобы мы молились об этом, чтобы воля Божья, царство Божье было на земле точно так же, как оно и на небе. Аминь. Но сегодня Церковь Иисуса Христа должна достигнуть этого соединения со своей главой. Я имею в виду в полноте, не отчасти, но во всей полноте, когда Дух Божий полностью овладеет Церковью, полностью овладеет ей и однажды произойдет так же воскресение мертвых. Однажды Дух Божий настолько овладеет Церковью, что Он произведет просто-напросто вне изменения тела. Мы получим новые тела. Таково обетование в Евангелии. У нас будут новые тела, подобные телу Господа нашего Иисуса Христа. И я благодарен Ему за это. Аллилуйя. Апостол Павел во втором послании говорит замечательные слова. Нет, еще хотел выше подняться. 30 стих 1 главы. Смотрите, здесь Павел говорит о том, чтобы никакая плоть не хвалилась. То есть, никакая плоть не хвалилась перед Богом. То есть, все наши плотские, там, людские превозношения, все, что велико у человека, то низко перед Богом. И, соответственно, наоборот. Мы знаем, что по Божьему плану путь вверх. То есть, чтобы быть высоким в глазах Бога, нужно быть низше в глазах этого мира. Верно? То есть, люди думают, о, чем выше человек, тем он недоступнее. У Бога все наоборот. Бог в Иисусе Христе настолько себя показал, да? Настолько, можно сказать, что великий Творец, который сотворил все галактики, вселенные, все сотворил, да? Вообще, все через Него, им, для Него. В общем, все через Него начало быть. И Он в Иисусе Христе приобрел человечность. И в Иисусе Христе Он омывал ноги Своему Творению, плоти и крови. И это было великое, аминь, то, что совершал Иисус Христос. Иисус говорит, больше из вас будь всем рабом. Это просто переворачивает все плотское земное мировоззрение. Да, но никогда в этом мире больше, никогда не омоют ноги меньшему. Наоборот, правильно, Господин, но никогда не омоют ноги рабу. То есть, Иисус Христос принес такое учение, которое, ну, просто все переворачивает, все мирское мировоззрение наизнанку. Но это разве не так? По идее, Иисус был-то самый великий среди них. Это, с плотской точки зрения, это все они. Он должен был сесть в кресло, ноги протянуть, они должны были сбежаться, мыть ему ноги. Ну, с плотской точки зрения. Великий учитель, верно? Но он делает наоборот. Он сам снимает с себя опоясаю верхнюю одежду, опоясался, подошел к ним, величайший учитель, омыл им все ноги. Даже Петр, о, говорит, Господи, не надо, не умоешь ног моих вовек. То есть, Петр понимал, что мыть ноги, это, ну, рабское дело. То есть, рабы, да, у богатых хозяев, когда были рабы, приходили гости, ну, что делал раб? Он опоясался, и ноги всем, значит, так, на входе в дом, ну, так, грубо говоря, да, я не знаю, как там, до деталей было. Я 2000 лет назад не жил, я там не был, я этого не видел. Но это я так, согласно прочитанному в Евангелии говорю. Да, раб взял, каждому омыл ноги, все спокойно зашли и сидят, кушают. А тут Иисус делает рабскую работу, черную работу, рабскую работу, ноги. Петр отмахивается, о, Господи, не умоешь ног моих вовек. Представляете, как Петру стало стыдно? Но Иисус отвечает ему, Петр говорит, ты не понимаешь сейчас, что я делаю, уразумеешь после. Знаете, сегодня многие христиане, заострю пока на омовение, момент, потом дальше пойдем. Обратите внимание, сегодня столько людей мне пишут, ну, что, ну, я верю в омовение ног как-то, ну, я никому это не навязываю, если они не понимают, пусть этого никогда не делают. То же самое и Петр не понимал. Иисус говорит, ты потом уразумеешь. Так вот, если бы многие христиане осознавали, в чем смысл омовения ног, да они бы мыли бы их каждый день ближнему своему, ну, я имею в виду члену тела Иисуса Христа. Они действительно с ней не осознают. И он говорит, ты уразумеешь после. Так вот, когда человек омывает ноги ближнему своему, члену тела Иисуса Христа, на самом деле он их омывает Иисусу Христу. Ты ни Иванову, ни Сидорову, ни Маше, ни Марусе ноги моешь. Ты моешь ноги Христу. А верующие говорят, это духовно главное ноги омывать. Иисус имел в виду иной смысл. Это не главное. Ну, я, конечно, не хочу спорить с такими людьми. Я даже никому не навязываю омовение ног. Ради Бога, это индивидуальное дело. Но мое откровение таково, что когда ты омываешь ноги ближнему, брату, брату, сестру, сестре, ты моешь ноги не Васе, Пупкину. Ты моешь ноги Иисусу, потому что его ногами по земле ходит Христос. Если бы каждый христианин это понимал, все бы мыли христиане ноги друг к другу. Точнее, Христу. Ведь не даром говорится в Евангелии, все, что вы сделали одному из малых этих, то мне сделали. Вот если бы сегодня здесь стал бы Иисус Христос, о, да многие бы, конечно, сказали бы, и даже многие гордые пастыря смирили бы свои колени, закатали бы рукава, и омыли бы пронзенные ноги Иисуса Христа. Ну, омыли бы. Вот Христу бы они точно омыли. Омыли бы. Ну, это же Христос. Как это они бы сказали ему ноги не омыть? Они бы никто не сказали, о, Иисус, мы тебе духовно ноги омоем. Вот представьте, Иисус зашел бы с грязными ногами в собрание. Вот ходил он, ну, то сейчас мы в кроссовках ходим, а тогда они в сандалиях ходили, у них ноги пыльные были, еще долго ходили, запылившиеся, по колено пыльные. Вот выйди сейчас по дороге, где нет асфальта, в сланцах, походи там несколько часов, домой зайди, у тебя вот эта грязь, знаете, как цыпки на ногах. Вот в детстве, помните, мы же босиком бегали. Побегаешь полдня, домой заходишь, и там аж как цыпки, вот эта грязь, что ее только надо щеткой уже отмывать. Ну, такие ноги у Иисуса были. То есть, он не посещал там маникюрно-педикюрный салон, да, он ходил, проповедовал в сандалиях, там он пришел на этот ужин туда, там ноги грязные сто процентов были в сандалиях. Полдня походи там по Израилю, по пустынным, песчаным местам. Ну, смотрите, если бы люди осознавали, что они это делают Христу, тогда бы они в действительности осознавали, чем является омовение ног и вообще хлебопреломление, и какой в этом смысл. Как-то я уже рассказывал эту историю, однажды я был в одном городе, я не буду говорить в каком, это было не в России, это было в Беларуси, и там я проводил служение, и там церковь хотела провести причастие. И попросили, ну, чтобы я провел причастие, со мной там еще один был брат, и говорят, только вот брат Женя, мы вот омовение ног никогда не совершали, мы не делали никогда омовение ног. Говорит, можно как-то без омовения ног, потому что у нас, ну, некоторые люди склонны делать, другие не склонны, ну, как бы, и служение было такое очень хорошее, они говорят, ну, чтобы как-то не вызывать каких-то там, ну, трений, давайте без омовения сделаем. Я говорю, ну, давайте так говорю, чтобы те, кто хотят, чтобы не было никому обидно, давайте, говорю, объявим, скажем, друзья, кто желает омовения ног, делайте. Если вы не желаете, слава Господу, даже никто вас не осудит. Я говорю, вы можете, а там даже служители никогда, они по 20 лет верующие, ни разу в жизни не участвовали в омовении ног. Там я был, со мной там несколько братьев было. Я говорю, ну, а мы, говорю, можно, мы совершим. Говорю, вы, если хотите, ну, вы просто посмотрите. Так смотрите, что сделал Бог. Когда мы еще ноги не начали омывать, настолько присутствие Божье опустилось, что эти братья, бывшие с нами, которые никогда в жизни омовения ног не совершали, они учили, что это духовно надо все делать. Они как попали в эту атмосферу, они все закатали рукава. Я просто не видел таких счастливых людей. Они с такой радостью омыли друг другу ноги. Они такое благословение, блаженство пережили. Почему? Потому что они поняли, кому они моют ноги. Не Сидорову, а Христу. Аминь. Ведь Бог сказал однажды, еще говорил устами ветхозаветных пророков, селюсь в них и буду что? Ходить в них. Ходить в них ногами. Буду ходить в них и буду ихним Богом, а они будут, то есть люди, моим народом. Сегодня твоими ногами Христос ходит по земле, омывая ноги ближнему. В Церкви Божьей ты омываешь ноги Иисусу Христу. Ну, такое мое откровение. Аминь. Да, слава Господа. Я уж думаю, Иисусу можно ноги омыть, правда? А он в твоем брате живет. Пусть Бог благословит. Аллилуйя. Итак, идем дальше. Апостол Павел, о, все-таки к 30 стиху, наконец-таки подберемся. Он говорит, «От Него и вы, то есть от Иисуса, во Христе Иисусе, который сделался для нас». Павел выделяет несколько вещей. Кем или чем сделался Иисус Христос для нас? Первое. Премудростью от Бога. Аминь. Он сделался для нас премудростью от Бога. Мы имеем его премудрость. Не земную мудрость, а через его благодать премудрость Божью. Но, опять же, мы ее достигаем. Мы достигаем ее. Это зависит также от нашего послушания. Мы достигаем этой премудрости. От Бога. Праведностью и освящением. Второе. Праведностью. Сегодня мы имеем праведность Христову. Также он сделался освящением и искуплением. Вы знаете, что искупить означает вернуть обратно. То есть, если ты заложил какую-то вещь в ломбард, тебе, чтобы ее искупить, тебе нужно определенную сумму внести, тебе, чтобы надо искупить, вернуть обратно. То же самое Христос сделал. Он искупил нас, возвращая нас обратно. Причем он искупляет не только наш дух. Сегодня наш дух искуплен. Наш дух совершенен. Наш дух перед Господом совершенен и спасен. Но это еще не конец. Есть полнота искупления. Сегодня он также в завершении полноты искупления. А мы живем прямо в это время, когда вся полнота искупления должна произойти. Искупление, как говорится в послании римлянам, тело нашего. Этого ожидает все творение. Искупление. То есть, перемена тела. Когда плод твоя изменится, как говорит апостол Павел, во мгновение ока. Вот, друзья мои, это замечательно. В новых телах не будет проблем, не будет скорби, не будет вообще ничего. Не будет никакой борьбы. Наши тела будут подобны Его, славному телу, прославленному телу. Аминь. Чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом. Так что нам больше нечем хвалиться, кроме нашего Господа, потому что во Христе своего мы не имеем ничего. Но разве не так? Во Христе все, что мы получаем, это нам подарено. Если там в миру ты мог что-то сам произвести, и мог хвалиться, да, как люди этого мира хвалятся. О, браток, я там хвалюсь, я новый дом построил, новую машину купил, я заработал, я сделал это, я то, я это, я это делаю, и то я делаю, и я и это умею, то во Христе Иисусе нам хвалиться нечем, кроме самого Христа Иисуса. Аминь. Правильно? Ты даже если работаешь, как брат Артур, он там занимается, да, там изделия, там ювелирную работу делает, он и то может сказать, да это Христос благословил мои руки, и я работаю. Аминь. У него язык не повернется. О, какой я мастер, да? Да. Ну или кто-то там из вас, я не знаю, кто из вас с кем работает, но ни одного из вас, друзья, не повернется язык сказать, о, руки мои благословенные, целую свои ручки. Нет. Во Христе все, что мы приобретаем, это подарок от Него, это способности от Него. Это не наши золотые ручки. Наши ручки никуда не годны. Аминь. Это Его драгоценные руки, которые благословляют нас, и мы то или то или то в чем-то имеем успех, и хвалимся кем? Господом. Помнится мне, один такой царь был в Ветхом Завете, Новохудоносор. Знаете, мне всегда, может быть, у меня богатая фантазия, но я, знаете, иногда представляю, как этот царь вышел, помните, что он там заявил, когда он вышел пред Вавилоном? Представляю, как он вышел на помост, увидел свой величественный Вавилон, и представляю, как он встал с полной гордости, гордыней, самопревозношения, и он заявил, высказал такую фразу, «Не это ли величественный Вавилон, который я построил?» Представляете, насколько он, «Ух, я построил величественный Вавилон!» Проходит некоторое время, Бог ему говорит, «Вот ты, слушай, безумный, ты скоро будешь как волк, как эта собака, другими словами, обрастешь шерстью, помните, ногти у него выросли, шерстью покрылся, говорит, роса небесная, ему Господь сказал, будет тебя покрывать. По-моему, он семь лет в таком состоянии жил. Представляете, как высоко человек вознесся, «О, я построил великий Вавилон, то есть мои руки, я...» Говорит, «Ты что? Ты завтра будешь шерстью обрастешь, и роса небесная будет орошать тебя». И вот он в таком состоянии несколько лет прожил, в безумном. А вот когда отошел от этого, «О, хвала Господу!» так понял, что он был неправ. Так что, друзья мои, нечем нам хвалиться. Так что пусть сегодня ни один верующий не думает, это не это ли великая церковь и движение, которое я организовал. Ой, безумный ты! Завтра скатись, а Христос свою церковь создает на откровении, на скале, и никакой другой человек. Аминь! Апостол Павел, приходя в церковь, говорит, «Я рассудил так вообще, я так рассудил, то есть я так решил, рассудил так. Ничего не быть знающим у вас! Ничего не хочу знать! Ничего, ни про кого, ни о ком! Хотя Павел, ну уж по сравнению со всеми остальными, даже апостолами, потому что все остальные апостолы, ну многие из них, по крайней мере, были люди не книжные, не грамотные, не образованные. Ну чем-то мог Петр Рыбак похвалиться. Ну чем? Похвалился бы. Вот мои руки умеют плести сети, я умею забрасывать сети. Ну а чем тут хвалиться? Нечем, да? По сути, по-плоцки Петру нечем было хвалиться. Ну что, что он рыбу умеет хорошо ловить. А вот Павел мог бы похвалиться своим образованием, воспитанием, своими успехами. Там, если бы Павел двинулся по карьерной лестнице, то он в иудействии достиг бы хороших вышин, высот. Однозначно, он был успешный, прекрасный ученик Амалиила. Но тут Павел говорит, я решил ничего этого не знать, не приходить и не хвалиться своими степенями. Меня больше всего сегодня удивляет, когда люди в христианстве хвалятся тем, что они доктора богословия, бакалавры, магистры. В общем, друзья мои, столько титулов выдумали. Но это просто смешно. Ну где в Евангелии Бог хоть раз, хоть одного человека поставил доктором богословия? Иных поставил магистрами, а иных поставил бакалаврами, а иных поставил преосвященством. архимандритами, архипастырями, архи и так далее. Вообще, вы хоть видите в теле Иисуса Христа, чтобы Иисус одних поставил теологами, третьих богословами, четвертых бакалаврами, пятых еще кем-то? Не было этого, друзья. И Павел, хотя если бы Павел, приходя к Арифу, да, он мог бы заявлять, знаете, тогда послания Павла, знаете, как бы начинались? Я апостол Павел, учился у ног Гамалиила, я закончил все еврейские вузы, я доктор богословия Павел, доктор там иудаизма, да? Ну Павел не называл себя никаким доктором иудаизма, профессором богословия? Хотя мог бы, если бы захотел бы, и напечатали бы ему еще и корочку бы там, какую-нибудь такую. Павел бы всем бы показывал, я магистр иудаизма, но Павел об этом не говорит, он говорит, все, что я считал преимуществом, ну мог бы считать преимуществом, почитаю за ссор, ради превосходства, познания Иисуса Христа, ради которого, я, говорит, от всего отказался, и все считаю за ссор. Нет, но сегодня верующий, да, бакалавры, магистры, да вообще у Христа этого нет, откуда они это притащили? Из католицизма, это там любовь, к первенству, к лаврам, ко всему такому, папа, тиара. Вчера я включил выступление, я даже не знаю, как он у нас в России называется, есть такая передача, слово пастора, вот как его зовут, не знаю, самый главный православный. Вот, друзья, я на него как посмотрел, корона, какие-то тут иконы, кресты, такие одеяния стоят, с какой-то палкой, такой весь, чуть ли не какой-то алмазами осыпанный. И знаете, такой стоит, ну царь, ну реальный царь. И тут камера показывает прихожан, это там в Москве, наверное, не знаю, где они там, в церкви Христа Спасителя, или где он там. И знаете, и вот камера отводит, камера прихожан показывает, а я сижу у меня в голове, знаете, вот просто царь перед холопами выступает. И вот стоят обычные людишки, вот знаете, ну серенькие, простые люди, в простой одежонке. И вот он стоит, как царь во всем своем величии. Я так стою, смотрю, знаете, как-то, и думаешь, да к чего можно докатиться? Вот вы посмотрите, вот они даже на иконах рисуют, Иисуса в простой багренице, в такой, в простой одежонке, знаете, у Иисуса, ну такой, замученный вид лица, ну на каждой иконе, да, в такой, в каком-то, балахончике, в таком. А своих святых рисуют, в золоте, в коронах, с какими-то, не знаю, цари вот просто, цари. Так и хочется сказать, как Павел говорит, слушайте, вы уже царствовать без нас начали. А я смотрю, вот, вот ты что, религия доводит. И в протестантизм далеко, знаете, потом это же я, протестантизм, это же яблочко от яблони откатилось. От яблони католицизма, некоторые там, от православия. Я, знаете, я в шоке был, ну стоит такой царь, просто напротив, и холопы рядом стоят, ну это смешно, ну это страшно на самом деле. Иисус ходил в простой одежде, среди простых людей. Вот и все, в простых сандалях. Как-то, как-то так, правда было, вот, как-то просто было. Проповедовал он, стоял в лодке. А в другой раз, смотришь, ни в каких кафедральных соборов у него не было. Он на горную проповедь стоял, проповедовал там где-то на пригорке. А в другой случае видно, что он на камень сел, ну на булыжнике сидел на камне и проповедовал. Там с лодки, там с камня проповедовал. Ну, несколько раз в синагоге был, но это не было его излюбленное место. Обычно он где-то там проповедовал, на улице, ну в доме где-то проповедовал, там мытарей, там каких-нибудь грешников. То есть он настолько простой был среди всех, что он не был в таких облачениях, рясах, не было вообще никакой помпезности. Он ходил просто с простыми людьми, вот рядом общался, и даже простые люди его слушали. И я думаю, как это здорово, если бы многие пастыри были такими доступными, как Иисус. Знаете, некоторые люди мне пишут, мне кто-то бывает напишет сообщение там где-нибудь. А я им раз ответил. Они пишут, ой, как удивительно, что вы такой простой и доступный, а мы думали, вы нам никогда не ответите. А я так думаю, неужели я похож на человека, который никогда вам не ответит? А потом думаю, ну в реальности это же так и есть. Что просто, ну, обычно народ это миряне, это какое-то быдло там где-то, непонятно. Ну, извините за грубое слово, но такое, знаете, отношение. Я говорю, да вообще-то я для всех доступен, мне любой может написать, я любому могу всегда ответить. Уделить время могу, в скайпе могу поговорить. Как прекрасно иметь простоту во Христе, о которой говорил апостол Павел. Он говорит, я молю, говорит, умоляю Бога, да, чтобы змей, как Еву, хитростью не прельстил, чтобы он и вас так не прельстил, чтобы вы не уклонились от чего? От простоты. Во Христе. Простота во Христе, это сегодня, знаете, что-то такое, далекое для многих верующих стало. Никакой простоты. Обычно, знаете, пастыри это отдельный клан, отдельная каста, да, то есть, где-то там, знаете, вот, мирянину там до них, так, достучаться там, ну, это, легче до Бога достучаться, да, вот если уж так сказать. Ну, согласитесь, легче к Богу на уединенцию сходить в тайной молитвенной комнате, да, легче от Бога получить ответ, легче от Бога дождаться, так сказать, приема, чем от некоторых пасторов. Понимаете? То есть, ну, люди, да, вот у них такая натура. Ладно, вернемся к Павлу. Я рассудил, говорит, ничего этого не знать. Был я у вас и в немощи, и в страхе, и в великом трепете, но, при всем при этом, он говорит, «Мое слово и моя проповедь была не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы». И здесь Павел подчеркивает, чтобы ваша вера, вера каждого из нас, утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Аминь. Аминь? Аминь, аминь. Так вот, вера утверждается на силе по простой причине. Павел говорит, что «Мое слово, моя проповедь в силе не мудрости человеческие, да, там, высокопарные слова». Обратите внимание, что Иисус тоже так никогда не проповедовал. Он проповедовал на простом, доступном языке того времени. Он не использовал там хитроумных фраз. Он был простым, на обычном, простом, всем понятном языке говорил. И Павел говорит, «Моя проповедь, она не в превосходстве познаний». Представьте, Павел вышел бы и как завернул бы там умные какие-то речи, да, там, на то время. Ну, Павел говорит, «Моя проповедь была простой. Я ничего не хотел знать, кроме Иисуса. Но моя проповедь имела в себе силу, да, силу менять людей в явлении Духа и силы Божьей. А сила Божья в слове сокрыта, да, потому что слово, оно подобно мечу обоюдоострому, проникающему до разделения суставов и мозгов, да. Все обнажено перед ним. Когда слово «живое», «помазанное», оно нечто производит внутри человека. Аминь. «Мудрость мы проповедуем между совершенными, но мудрость не этого века и не властей века этого приходящих, то есть проходящих, ни земную, ни человеческую, но тайную премудрость Божью, которую Бог предназначил, сокровенную, он подчеркивает, премудрость, которую Бог предназначил прежде веков к славе нашей, которую никто из властей этого века не познал, а если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышал от уха и не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его». О, друзья мои, мы любим Господа, для нас есть нечто приготовленное. Да. К сожалению, сейчас я прочитаю ниже, некоторые верующие говорят, не видел того глаз, не слышал от того уха, и вот они говорят, мы не слышали, не видели, мы ничего не знаем, но прочитайте ниже. Ну, почему никто ниже не прочитает? А я сейчас прочитаю. А нам Бог открыл это духом своим. Аминь. То есть, не видел того глаз, не слышал от уха, это вот этим, мудрость этого мира люди, которые имеют. Вот этим людям не приходило на сердце, не видел их глаз, не слышало их уха. Кому? Кто не видел, не слышал, еще уха не слышало? Вот этих правителей, людей с мирской мудростью, с мирской человеческими этими остальными вещами. Но нам, Павел говорит, Бог это открыл духом своим. Еще Иисус Христос сказал, блаженны очи ваши, видевшие то, что видят, блаженны уши ваши, то, что слышат. Ибо, говорит, сказываю вам, многие цари и пророки желали видеть то, что вы видели, и слышать то, что вы слышите, но не слышали, не видели. Вот до какого состояния достигла церковь. Иисус говорит, многие пророки этого хотели. Чего? Христа видеть, Мессию, и слышать слова, глаголы, вечной жизни от самого Иисуса Христа. Блаженны очи, блаженны ваши глаза. Сегодня я могу то же самое обратиться словами Иисуса Христа к каждому из нас. Блаженны твои глаза. Вот твои глаза, которые видят твоего Искупителя. Еще Иов сказал, я, мои глаза увидят его. Он сидел в прахе и в пепле, он говорит, я знаю, мой Искупитель жив. Аминь. Мои глаза, не чужие, мои его узрят. И сегодня блаженна твое ухо. В чем оно блаженна? В том, что оно слышит глаголы вечной жизни. Не просто слышит, но не понимает, но слышит и понимает. А почему понимает? Ну почему? Потому что Иисус Христос отверзает тебе ум, открывает ум к уразумению Писания. И все это в служении Воскресения. Обратите внимание, когда Иисус Христос воскрес, что произошло? Он явился ученикам. Это Марка, по-моему, Марка, последняя глава, где говорится о Воскресении. Там сказано, и отверз им ум к уразумению Писания. И показал им, как о нем, о Христе, было сказано и в пророках, и в псалмах. То есть, другими словами, Иисус показал все, что там в Ветхом Завете говорило и указывало на меня. К сожалению, многие сегодня даже христиане этого не понимают. Но сказано, он отверз им ум к уразумению Писания. Открыл им понимание. Вот почему уши твои сегодня блаженны. Глаза твои сегодня блаженны. И разум твой сегодня благословен, потому что Христос открыл тебе разум к пониманию. Аминь. И к слышанию. Насколько мы блаженны. Если мы это осознаем, друзья мои, мы будем, я не знаю, сверхсчастливыми людьми. Итак, этим, он говорит, Бог не открыл. А нам, нам, кому нам? Верующим. Детям Божьим. Возрожденным от Духа. Потому что рожденный от Духа есть Дух. Рожденный от Плоти есть Плоть. Рожденный от Плоти не может понимать то, что рожденный от Духа. Поэтому Павел говорит, они не понимают. Но мы, то есть мы рожденные от Духа, нам Бог открыл. Аминь. Духом своим. Почему? Потому что Дух проницает все. Аминь. Его Дух все проницает. А нам это Бог открыл Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего Так вот смотрите, в чем сущность христианства Я хочу заострить внимание на словах Павла, где он говорит Что Божьего Духа не знает никто, кроме Духа Божьего Аминь Теперь, когда ты был возрожден свыше, и в тебе есть Дух Святой Так вот, никто не знает, кроме Духа Божьего А Дух Божий в тебе Иисус также говорит, мир меня не познал, мир меня не увидит А вы увидите меня Ибо я в вас буду То есть вы поймете меня Возрожденный человек познает Духа Божьего Как? Потому что он в нем Мы познаем Христа внутри нас Аминь Поэтому сегодня мне нет нужды ехать искать Христа где-то за девятью морями За десятью горами В тридесятом царстве, в тридесятом, в тридевятом королевстве Где-то там у какого-то супер особенного человека Нет Иисус сразу показал Четко показал Но просто не все это слышат, не все понимают Иисус говорит, царство Божье есть внутри вас А царство Божье в нас, это его дух Он говорит, не бегайте, не ищите царство Божье извне Ищите царство Божье внутри себя Поймите, что оно у вас Многие люди, знаете, я замечал часто, будучи, посещая разные места Бывает, приеду, проповедую там, а люди говорят Вот, брат Женя, вот мы смотрим Вот там какой-то американский служитель Там американский Знаете, все христиане уже помешались на американцах Я просто не знаю, как будто у американцев Бога намного больше, чем у нас, русскоговорящих Это что-то нездоровое, согласитесь Бог, он дух, он везде И знаете, мне часто такие вот люди говорят О, брат Женя, вот в той церкви там это, там то, и там это, там то А вот у нас почему нету? А я говорю, а почему нету? Ну, я спрашиваю, а почему нету? Ну, как это у вас нету? Ну, правильно, они уставились в телевизор все Глазами хлопают, о да, там есть, аллилуйя, а у нас нету Я говорю, конечно, и вы так будете еще лет 200 сидеть, уставившись У вас, говорю, ничего не будет Я говорю, а если вы придете, начнете молиться Если вы поверите, что Иисус Христос в вас, среди вас То, говорю, у вас тоже будут и чудеса, и знамения, и силы, и огонь будет гореть Некоторые мне задавали вопросы часто Брат Женя, почему ты такой? Почему ты горишь всегда так для Бога? А я не горю Я говорю, а кто тебе мешает гореть для Бога? Ну, ну, расскажите мне Кто тебе мешает? Вот для них секрет, брат, что ты всегда горишь? Я говорю, а тебе что мешает гореть? Ну, говорю, зажгись и гори Кто тебе не дает? Что, Бог тебе препятствует или что? Или бесы сильнее Христа в тебе Меня бесы потушили Если ты по ней голову повесил, нос свой Меня бесы потушили Слушай, а ты что хочешь признать поражение Христа в тебе? Ведь сказано, дети, тот, кто в вас Больше того, кто в этом мире Если христианин повесил нос Бесы меня поразили Это ты что хочешь сказать? Что ты вместе со Христом потерпел поражение? Но ты так всем своим видом показываешь Поэтому отрекайся от этого Вообще покайся и Воспламенись и гори для Бога А не ходи Бесы меня поразили Тебя где? Во Христе поразили? Или Христа в тебе бесы поразили? А, вот так никто не скажет Но некоторые всем своим видом так покажут Ой, друзья мои Отказывайтесь от этого Аминь Но мы приняли не духа этого мира А духа от Бога Зачем же мы приняли дух от Бога? Ну, зачем вот он? Павел говорит Для того, чтобы знать Дарованное нам от Бога Ага, а от Бога нам много чего даровано Правда? Это можно Еще проповедь на три часа растянуть Чтобы рассказать Он, наверное, все не расскажет Что нам тут даровано от Бога Но дух святой дается для того Чтобы мы познавали Дарованное нам И не только познавали Но дух святой нам дарован Чтобы мы умели пользоваться тем Что нам дано от Бога Верно? Аминь А для того, чтобы пользоваться Нужно инструкцию прочитать Как пользоваться? А инструкция, на мой взгляд Это Евангелие Иисуса Христа Учение Его апостолов Да Поэтому дух святой дает нам способность Познавать волю Божью Аминь Это мы и возвещаем Не от человеческой мудрости Изученными словами Но изученными от Духа Святого Соображая духовное с духовным Есть две категории, так сказать Учения, да То есть одни научены С человеческой точки зрения Пытаются выучить, заучить Да, вот как вот есть христиане На две категории делятся Одна из этих категорий В плане человеческой мудрости Подходит к Евангелии Ну каким образом? Вот сидят Новый Завет зубрят Да, да Я часто встречал верующих Они говорят Брат Женя, вот ты проповедуешь Как ты, говорит, запоминаешь Все Это как, говорят, ты в своей голове Столько можешь информации хранить Все запомнить Я говорю, да я вообще никогда Не пытался этого запомнить А как так? А я, говорит, вот читаю И все забываю Я говорю, так потому что Твоя проблема Потому что ты хочешь запомнить Евангелие Ты его, как в школе сидишь, зубришь Ну в кого, говорю, ты превратишься? В попугайчика Вот у кого есть зеленый волнистый попугайчик Посадите его в клетки Включите ему Евангелие на МП3 Я вам уверен, что он начнет повторять Все подряд Покаетесь, приблизилось Царство Небесное Веруйте в Евангелие Примите Духа Святого Ну и так далее Попугайчик цитат нахватается в Евангелие И будет вам Шогорок будет отстреливать вам Высказывание там Но это не то, о чем говорит Павел Потому что душевный человек Он с этой стороны действует А духовный человек Он действует с духовной стороны Потому что Слово Божье Оно впитывается в твой Дух И по воле Божьей То, что в твоем Духе Запечатано, засеяно Божье Слово Оно из тебя и выходит Тебе нет нужды учить Потому что это идет изнутри Это действие Божьего Духа Внутри тебя Это не человеческая мудрость Изученными словами Но изученными от Духа От Духа ты научен Евангелие Иисуса Христа Поэтому душевный человек Не понимает того, что от Духа Божьего Потому что он считает это безумием И не может разуметь, то есть понять Потому что об этом надо судить духовно Пару дней назад я говорил такую тему Каким образом я Как я впервые заговорил на иных языках И еще до этого я говорил о языках В общем, апостол Павел там учит так Говоря, что Хотя ум мой Когда ты говоришь, молишься Духом На языках молишься Ум твой не понимает Не назидает Не назидается Он не понимает, что Духом говорится Потому что Когда человек говорит языками Он тайно говорит Духом Даже когда ты можешь на языках Твой ум не назидается Не понимает Не соображает Что ты говоришь Почему? Но твой Дух Назидается Ум твой Не назидается Поэтому иные языки Они не для того, чтобы твой ум Назидался Верующие пишут мне А зачем эти иные языки Если я не назидаюсь ими То есть я не понимаю О чем они говорят Я говорю, вообще-то языки Не даны для того, чтобы Твои мозги Информации Так сказать Назидались Чтобы ты мозгами понимал Иной язык Это язык Духа Для того, чтобы ты тайны Говорил этим языком Аминь Например, помолился За тайную нужду Какую-то Вот и все То есть ты молишься То есть люди могут Не понимать этот язык То есть этот язык Для назидания Твоего Духа А если уж говорить О твоем Духе Ну давай, расскажи-ка мне О своем Духе Что ты там понимаешь Да никто там ничего не понимает Мы только можем верить Какие мы в Духе А как мой Дух назидается Да я не знаю Вот как мой мозг назидается Это я, конечно, понимаю Когда я что-то понял Но в Духе Это совершенно иная сторона Абсолютно Это иная сторона назидания Поэтому душевный человек Он этих вещей, конечно, не понимает Даже мой внешний человек Он вообще не понимает иного языка Потому что это иной язык Не для человеческих мозгов Не для внешнего назидания Но для внутреннего назидания Духа Поэтому душевный человек Точно так же Здесь Павел говорит Не понимает духовных вещей Но духовный написано Обо всем судит Духовно А о нем О духовном И о духовных вещах Судить никто не может То есть из душевных людей Не может судить Потому что об этом надо судить Духовно Ибо кто познал ум Господень Чтобы мог судить его Но кто познал ум Господень С душевной точки зрения Да никто А мы имеем Павел говорит Ум Христов Ум Иисуса Христа Вот разум Христов Ум Христов Это Необходимость для каждого христианина Потому что именно через ум Христов Через то что ум Христов В нас отображается Мы больше и больше понимаем Волю Божью Многие из нас как верующие Сталкиваются с непонятными ситуациями В своей жизни Почему это было Почему то было Почему там Там столько непоняток И вот чем больше мы пытаемся Своим умом что-то понять Тем больше мы начинаем унывать И вот упираемся Вот лобом в стенку И стоим Лобом бьемся в эту стену Пытаясь Бога заставить Чтобы Он нам там объяснил Почему и получилось то И это произошло и то Мне часто пишут Один брат мне недавно написал Говорит Женя я не понимаю этого И этого И этого Он говорит У меня уже складывается впечатление Говорит что Богу Говорит я верю в Бога Я служу Ему Но у меня складывается впечатление Что Богу нет дела до нас До людей Что просто Он нас забыл И бросил Говорит я не могу это понять Говорит мне надоело жить Как страус Засунул голову в песок Ничего не знаю Ничего не вижу Я говорю Ну ты знаешь говорю У меня были такие моменты Когда я пытался что-то познать Понять Что и почему Я понял что Из-за этого только в депрессию Залезешь И все руки Остынут И вера И вообще И точно скажешь Что Богу дела нет Ну иногда складывается У плотского мозга Такое впечатление Вот это все христиане проходят Многие по крайней мере Если ты еще не проходил То может быть еще и пройдешь такое Но я понял одно Что чем больше ты варишься Уперся в эту стену Непонятно И не понимаешь Почему Бог тут И ответил на молитву Там что-то не так Вроде бы Почему Бог вот там действует Отвечает в этой сфере твоей жизни А вот в другой сфере Хоть головой стучись И вроде ничего не происходит Я понял Ну не надо головой стучать Отвернись И дальше двигайся Благодари Бога А со временем поймешь Сегодня Спустя несколько лет Оглядываясь назад Понимаю Почему В той или иной сфере Я чего-то не получал от Бога Или бы мне казалось Что Бог молчит И я понял Что Бог намного умнее меня Ну уж Это правда Он знает Я понял Что я несмотря на то Что я верующий Я не всегда его понимаю Так вот В том В чем я его Не понимаю Или его действия Или путей Я стараюсь Вообще На это внимание Не обращать Придет время Я пойму Я лучше двинусь В том Что я хорошо понимаю В чем я хорошо научен И в чем я действую Нормально И вот буду в этом идти Славить Бога А то что я не понимаю Ну и пусть оно там Мне оно зачем Время придет пойму Сегодня я многие вещи понимаю Для чего И почему Что-то в моей жизни Такое происходило От чего я лил Крокодилье слезы И говорил Господи Ну когда же ты Поможешь там Почему ты меня не слышишь Да у меня были такие молитвы На молитву становишься Такое впечатление Чтобы у тебя вообще отвернулся И даже слушать тебя не хочет Вот у меня было такое много Знаете как обидно Становишься на молитву А у тебя даже молитва не идет И такое впечатление Что и вообще И Бога не чувствуешь Как будто его вообще Не существует Вот такое чувство было Как будто знаете Вот помолился Что со столбом поговорил Вот было такое Было Много раз у меня было И знаете И дьявол тут же Такой подбегает Знаете Это же такой вредный гад Он все время подбежит Ну что Ну что Да не нужен ты ему Ну что Да хватит уже молиться Об одном и том Ну видишь Не отвечает он тебе Ну не хочет он И давай вот этот дьявол Ноет и ноет Тебе над духом Вот это вот все Ну не у всех хватает Пошел Они Да дьявол Ты прав А дьяволу только дай Он тебе так Понарасскажет Ну лишь бы ты На его сторону Перебрался Склонился Чтоб твое мышление Все таки согласилось Дьявол он же таком Пытается переубедить Доказать так сказать Верующему человеку Что Бог Ну не всегда Но иногда Якобы бывает неправ И верующий Да вот тут Бог Точно не прав А мог бы сделать лучше Че ж это И правда Че же он не сделал Вот если б я был Богом Вот Ооо Вы знаете У верующих даже такое мышление Если они думают Вот если б я был Богом Я бы Я бы всем помогал Я бы этого дьявола Ото всех бы гнал И сидит верующий Вот если бы я увидел больного Я бы подошел бы И исцелил бы этого парализованного Ну Вот если б я был бы Богом Они сидят Я вам говорю Сегодня полно таких верующих Потому что я уже неоднократно такое слышал вот если бы я был богом вот если я увидел как какая-то несчастная вдова молится да я бы сразу бы ей ответил на все молитвы я бы всем бы делал все я бы я бы все представляете насколько вот эта душевность человеческая превозносится в таком мышлении над богом но неужели богу так трудно я здесь я был богом я бы сделал судя многие христиане так думают да вот вот пришли молятся за больного раз помолились он не исцелился два по три не исцелился они думают ночью богу так трудно что ли но у него же сила есть он же могучий он же всемогущий учу ему чем не исцелять и верующий думает а вот если бы я я бы на его месте исцелил бы во славу свою а он почему-то во славу свою не хочет вам не кажется странным был один такой товарищ они написаны в писании говорит он думал взойду на высоты если б я был бог вы думаете что дьяволу послужило падение вот именно такие мысли представляю как он думал а вот если бы я был богом я бы сделал бы все иначе и дьявола тут созрел план а я стану бог точно придумал а я сделаю с богом для них и буду говорить что этот бог плохой бог а хороший бог и вот этот хороший бог в кавычках ходит бродит по этому миру к еве подошел помните этот хороший бог в кавычках подлинно ли сказал бог не ешьте нет каков да да я представляю как он ее грузану что она согласилась точно она согласилась что тот бог который к ним в прохладе дня приходит не совсем уж правильный бог но не всегда он прав бывает сегодня у многих христиан в головах такое сидит да они любят иисус они идут за ним но они как бы считают а вот если бы я была богом или был богом я бы по-другому поступала ну что поделаешь будем ну так делать будем нашу теперь друзья мои такое мышление это поворот впадение человека однозначно апостол павел говорит дальше коринфянам я не мог с вами говорить братья как с духовными но как с плотскими как с младенцами во христе вот оно состояние церкви в городе коринфе плотские младенцы во христе с плотским мышлением во христе и сегодня многие христиане они любят бога по своему они действительно за ним идут но они плотские они по плоти за ним идут не ну слава богу что хоть так идут это это прекрасно это лучше чем сидеть как свинья в корыте чавкать но идут и по плоти идут не но это нормально но когда-то нужно же вырасти из плотского мышления и хождения за богом когда-то ж нужно перестать мыслить как мыслят младенцы и поступают младенцы когда-то ж церковь должна прийти все-таки состояние зрелого мужа о чем говорится в послании ефесянам для этого и даны в церкви 5 грани служения чтобы все пришли к познанию иисуса христа аллилуйя я питал вас молоком а не твердая пища чтобы вы но вы еще были не в силах да и теперь не в силах потому что вы еще плотские ибо если между вами зависть спора разногласия то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете один говорит я павлов ну и так далее в начале пропаде мы уже об этом коснулись дальше апостол павел обозначивает свое служение что он и полос он ритм его бы ничто я говорит посеяла полос полил взрастил кто бог поэтому хвалящийся хвались господом но мы говорит суть одно мы соработники у бога дальше обратите внимание я буду подходить концу проповеди и завершу ее очень важным моментом да так сказать завершение до всех этих мыслей которые уже были сказаны павел говорит о строительстве и обосновании то есть у тебя у меня у каждого из нас должно быть основание внутреннее никто не может положить другого основания кроме уже положенного которое есть иисус но строят ли кто на этом основании золото серебра драгоценных камней дерева сена соломы дело каждого обнаружится ибо день покажет потому что в огне открывается и огонь испытает дело каждого каково оно есть так вот обратите внимание что мы должны строить на положенном уже основании то есть каждый из вас является строителем своего собственного духовного храма служители это так помощники подсобники да друзья мои некоторые думают что служители это не знаю там такие чуть ли не на уровне со христом с богом не на местнике бога нет проповедник это подсобник помогающий тебе строить духовное здание подсобник твой вы строите из себя духовный дом здание именно вы строите а проповедники это подсобники которые подносят тебе материал да так вот настоящий хороший подсобник то есть слуга для тела христова он должен драгоценные камни тебе приносить чтобы ты из этих камней выстраивал из себя духовный дом Павел говорит строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней и дальше перечисляет более слабые материалы дерево, сено, солома так вот к сожалению некоторые верующие сегодня готовы их знаете им ленивые проповедники вместо того чтобы докопаться до золота в духовном плане до драгоценных камней они глубоко это надо рукава закатать как бы откровения получать копать ну чтобы церковь принести знаете вот очень много таких золотых самородков камней а все эти а все эти самородки камни это все обетование Божье это откровение и чтобы это принести церкви да как подсобник вот что делает подсобник он там насобирал ну материал да и он его там носит туда-сюда это тяжелый труд копать там должен ну и так далее ломом махать то же здесь то есть драгоценные камни а некоторые что там солому насобирал в охапку бурьяна насобирал знаете одна бабка сказала а вот один брат сказал а вот и знаете кормят людей баснями историями а вот мы были там а там одна сестра сказала а там один брат был ребята это все солома которая пичкает церковь даже некоторые уже одни и те же заезженные свидетельства которые были 50 лет назад я вам реально говорю это уже стало соломой ну если так то есть нельзя на этом строить одна сестра сказала у одного брата было у одной сестры было а где при всем этом камни драгоценные что можно свою веру построить на чьем-то свидетельстве да никогда ты не построишь свою веру тебе можно целый день рассказывать где что бог когда делал и так делал и так делал да к тебе это вера ни на грамм не придаст тебе веры придаст именно драгоценные камни божьи вот эти обетования которые вкладываются внутрь тебя так вот строить мы должны на этом основании из драгоценных камней из золота но не из сена и не из соломы потому что день покажет день какой день в какой день обнаружится а это тот день о котором Иисус говорил штормы испытания огонь огненные искушения об этом в Евангелии тоже говорится чтобы мы не чуждались этих огненных искушений испытаний вот таких не бойтесь это не значит что бог вас тут карает если у вас такое испытание как искушение огненное нет это все нормально дальше каждого дело обнаружится день покажет потому что в огне открывается и огонь испытывает дело каждого каково оно есть у кого дело которое он строил устоит тот получит награду а у кого дело сгорит тот потерпит урон впрочем сам спасется но так как бы из огня как головня из огня знаете да я часто встречал верующих когда им говоришь об изменении тела об искуплении усыновлении они да ладно мне лишь бы хоть как головня спастись да хоть как головня я удивительный вы себя исповедуете по 10-15 лет головнями и при этом вы хотите иметь какие-то вещи еще видеть в своей жизни а потом сидите надуете щеки свои надуетесь и сидите на Бога обижаетесь ну чё это Бог не действует так ты сам себя головню исповедуешь 15 лет головню исповедуешь и говоришь мне хоть как головня добраться до царства божьего какая головня вот ты реально головней сделаешься если будешь строить свою духовную жизнь на сене там на соломе там не знаю там на лепешках каких-то насобирал коровьих лепешек знаете что с коровьих лепешек тоже строят что-то саманной хаты с коровьих лепешек с соломой смешали ну лепешки коровьи поняли с соломой так в старинку делали и хату строят ну так любая река разольется там шторм ураган крышу соломенную делали в старинку так сегодня некоторые вот так же и думают а по благодати устоит да не устоит твои кизяки твои коровьи лепешки с соломой да развалишься ты в пух и прах сгорит твоя крыша соломенная сгорит в искушении вся твоя вера развалится и сгорит все потому что нужны драгоценные камни ты должен внимательно наблюдать за тем какие камни драгоценные вкладываются там внутрь тебя что там устрояется все должно быть подогнано отшлифовано отработано все должно быть подогнано сделано чтобы ты стоял действительно как живой монумент Божий аминь а не просто памятник христианину у кого дело сгорит тот потерпит урон или вы не знаете что вы храм Божий Дух Божий живет в вас мы его храмы хвала Иисусу никто не обольщает самого себя если кто из вас думает быть мудры в веке этом тот будь безумным чтобы быть мудрым ибо мудрость мира этого есть безумие перед Богом как написано уловляет мудрых в лукавстве их и еще Господь знает умствование мудрецов что они суетны ну и так далее обратите внимание да вот в завершение устрояйте из себя духовный дом об этом еще Петр говорил потому что мы драгоценные у Бога камни поэтому церковь Иисуса Христа строится ее стены возводятся на откровении личности Иисуса Христа и стены должны быть из драгоценных камней обратите внимание что когда Иоанн увидел небесный город то он увидел там улицы и город из драгоценных камней правда он не увидел там ни одного здания из соломы и сена там все было из драгоценных камней понимаете и это хороший пример для нас наше строительство духовного здания должно быть также из драгоценных камней а не из соломы и сена которые могут просто сгореть друзья пусть вас Иисус Христос благословит давайте мы встанем и прославим Господа Иисуса ты нужен мне Господь Аллилуйя благодарю тебя Господь Бог спасибо тебе наш милостивый небесный отец спасибо тебе за твою величайшую благодать спасибо тебе за твои величайшие откровения пусть сегодня слово твое которое мы слышали впишется уложится в наши сердца пусть мы будем возрастать в единстве и в познании тебя нашего спасителя больше чем на ты буржем дней Субтитры создавал DimaTorzok